Приветствую вас. Я думаю, что вначале, прежде чем, какие-то выводы делать и какие-то решения принимать, вам необходимо понять, почему вы не хотите ходить на работу прямо до слез. То есть, вот когда вы пишете, что прямо до слез, хочу ходить на работу, да, ну, наверное, у этого есть причины. И мне кажется, что сначала нужно с этими причинами разобраться и уже потом думать, как поступать. Потому что, если у вас есть проблемы на работе, то их нужно решить. И простым уходом с работы вы свои проблемы не решите. Вот. То есть, понимаете, да, какая штука, что вы не хотите идти на работу прямо до слез, но причин, в котором вы не хотите ходить на работу, вы не раскрываете. Почему? При этом вы хотите, чтобы мы вам помогли. то есть, грубо говоря, чтобы мы дали вам совет какой-то. Вот. Но психологи советов не дают. Психологи, психологи анализируют ситуации, проблемы клиентов и, собственно, помогают клиенту лучше себе разобраться. А с советом, я думаю, вы можете обратиться к любому из своего окружения. Эффект будет, в целом, тот же. Вот. Только деньги за работу платить вам будет не надо. Вот. Вот мне кажется, что вы здесь избегаете личной ответственности. своей, мне так кажется, что вы избегаете личной ответственности. Ну, могу, конечно, ошибаться. Вот. Могу, конечно, я быть не прав. Но мне так видится. И я думал, что начать анализ, работу, можно именно с этого. того, чтобы понять, почему вы избегаете личной ответственности за то, что происходит. И, по сути дела, хотите переложить ее, то есть ответственность, на нас, на специалистов. Самой, условно говоря, трудный, трудный момент для себя не решать. Вот. Ну, какой трудный момент? Который требует от вас выбора и который может повлечь за собой, а, нескольких, нескольких последствия, в том числе и последствия негативных. Вот. Ну, например, какие-то, ну, например, вы можете бояться ошибок. Вот. Вы можете бояться того, что он сделает что-то не так, например. И, соответственно, ситуация будет для вас, ну, вот, не совсем позитивна, скажем так. А то и совсем не позитивна. Но, если вы боитесь, например, ошибок, то с этим нужно работать. То есть, изменить, а, ваше отношение с ошибками, в самом начале. Ошибки будут всегда с нами, они всегда будут, они никуда не денутся. Вот. Ну, вот. К сожалению или, к счастью. И, конечно, для вас будет только лучше, если вы как можно быстрее признаете. что ошибки есть, что они могут быть, что это абсолютно нормально. Ну, может быть, может быть, ваша проблема совсем не в этом. Может быть, ваша проблема совсем в другом. Но, пока что я видел глобальную проблему не в работе даже, а именно в том, что вы не готовы брать на себя ответственность за свои действия, за свои решения. Решение за свой выбор, за свои поступки. Вот. И, соответственно, в этом исключается основная трудность ваша. за что вы и пытаетесь переложить на нас ответственность. Вот. Ну, здесь надо сказать совершенно определенно, что переждать не получится, потому что проблему вашу переждание не решит. Вот. Ни в коем случае именно проблему, потому что вы просто будете терпеть и, как вы сами говорите, что уже болеете, да. То есть болеете вы и болеет ваша дочь. Так что, я думаю, не надо, наверное, терпеть, ибо ничего хорошего из этого не выйдет. А болезнь может вполне себе стать хронической. Вот. И тогда гораздо сложнее будет уже с ней взаимодействовать. Гораздо сложнее будет вам помочь, собственно, в корректировке ее. Вот. Поэтому, еще раз, очень важно понять причины, по которым вы не хотите ходить на работу. Добро. Очень важно. И уже от этого отталкиваться. Набирайте себе психолога на нашем ресурсе и начинайте работать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Пока на этом. Пока. Пока. П�. Помогу или удачи по-портамам, пальцы что-п handledам держ base, agan пус.